Салют, друзья, гости, подписчики, всем привет! На сегодня у нас в работе сумка. Мы будем менять здесь ручку, повидавшую виды. Она вся потрескалась. Сразу замечу, что сумка не из натуральной кожи, не 100%. Это спилок, полимерная пленка поверх шористой поверхности кожи. Таким образом, как видите, у таких сумок, из такого материала, очень часто дно сумки прорывается. Ручку рассмотрим более детально. Вот так она выглядит. Она растянулась, потрескалась. А также в этой сумке разрыв лицевой стенки и дна сумки. Вот это все подрезалось по шву, поэтому это можно исправить. Видите, мы разобрали боковой шов. Далее мы разобрали шов дна и стенки лицевой сумки. И уже полоской из натуральной кожи усиливаем лицевую стенку сумки, вклеиваем туда эту полоску. На ней вид шористая поверхность спилка, а также наши шкурки из кожи очень четко приклеиваются друг к другу практически намертво. Лишний отрезок полоски мы отрезаем. Эта полоса идет от бокового шва боковой стенки до следующей боковой стенки и бокового шва. Таким вот образом мы полоску приклеили и нам остается завернуть, затянуть лицевую стенку на дно этой сумки, формованное. Вот таким образом мы затягиваем лицевую стенку. Благодаря нашей внутренней полоске из кожи мы нарастили как раз тот запас, который идет на затяжку. Далее мы примеряем дно и четко смотрим, чтобы оно совпадало и закрывало все моменты разрыва. Вклеиваем уже сам спилок, покрывающий дно сумки. Четко все проклеивается. И далее у нас по плану мы околачиваем на сапожной лапе этот шов. Проходим то место, где и стоит наша внутренняя заплатка, наша полоска из натуральной кожи. И далее через шов боковой, который мы разобрали, мы прошиваем эти детали вместе. Боковую лицевую стенку и дно сумки. Так как у нас в наличии только рукавная швейная машинка, нет в наличии колонковой машинки, на рукавной тоже этот ремонт возможно произвести. Мы собираем боковой шов, через который мы открывали доступ для застрочки дна сумки. И далее уже собираем боковой шов, проконяем его на швейной машинке. Вот таким вот образом наша внутренняя кожаная полоска четко легла, проклеилась и соединила лицевую стенку. Разрыва сумки и дно сумки. Как видите, разрыв полностью не виден, не заметен. И сумка, как и прежде, функциональна и практична. Ей можно будет и дальше пользоваться. Эта работа сделана с гарантией. В этом месте уже разрыва не будет. Вот четко детали совпали. Эта часть ремонта закончена. Далее у нас во второй части будет раскрой и изготовление ручки. Замена ручки и изготовление ее из натуральной кожи. А эта часть ремонта завершена. Продолжение следует. В очередных видео. А мы в свою очередь поздравляем всех с 1 мая. И желаем всем крепкого здоровья. До новых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok